Приветствую вас. Я думаю, что вопросы некоторых коллег в Глам, они достаточно справедливы, потому что, ну, на самом деле, некоторые вещи не совсем ясны и понятны. Некоторые вещи не совсем адекватные, ну, кажутся адекватными, да, то есть, вот, например, даже вот в случае с, допустим, тем же парнем, то вот он вам как бы нравится, да, то что вы к нему чувствуете, возможно, как вы к нему чувствуете. То есть, это у вас к нему симпатия, любовь, вот, или может быть, может быть, что-то, ну, что-то другое, да, что-то еще может быть, понимаете. Вот, поэтому вот этот аспект, этот аспект, его, конечно, нужно обязательно поисследовать, да, его, конечно, нужно обязательно изучить, потому что, ну, чисто, вот, чисто объективно, объективно, чисто объективно, то, что вы так относитесь к нему, это может быть следствием неких, ну, неких ваших проблем и каких-то трудностей, которые у вас могут быть, хотя и не факт. Вот. Значит, первое, что нужно, это, наверное, понять для себя, понять для себя, что для вас значит мужчина, вообще, что он для вас значит. Насколько он для вас важен, чем и почему. Что вы сами чувствуете, допустим, ну, допустим, допустим, по отношению к нему, да, то есть вот, что вы чувствуете, что вы ощущаете. Вот. Вы пишите, как быть терпеливее, чтобы что. То, знаете, если отношения вам эти важны, если отношения вам эти важны, то, если у вас есть чувства к человеку, то вы не будете его терпеть, вы принимаете его таким просто, какой он есть. Но этого, судя по тому, что вы, вот, пишите, не происходит. То есть этого не происходит. И тут момент, либо вы не принимаете его, либо вы не принимаете себя. Дальше, значит, вы пишите, вот уже год я встречаюсь с банным, отношения вроде бы неплохие. Правда, часто ссоримся в последнее время, да. Из-за чего? Вот из-за этого. Но опять, в ссоре, в любой ссоре есть ответственность. И ответственность есть ваша и, соответственно, другого человека. И ссора, любая ссора, в принципе, невозможна без ответственности двоих людей. То есть ссоры бы, условно говоря, не случилось бы, если бы вы в ней не участвовали бы. Вот. Именно вот в ссоре. Понимаете, какая штука? Поэтому очень важно понять, почему именно вы участвуете в ссоре, да, в конфликте. Вот. Сами. Вот именно вы почему это делаете. Мне кажется, мне кажется, что это важный момент для вас. То есть если вы для себя определите, почему вы ссоритесь, именно вы почему ссоритесь. А да, то есть вас, может быть, что-то задевает вам, может быть, что-то не нравится и так далее. Да? Вот. Этот момент нужно поисследовать. Обязательно. Потому что это ваши отношения. Потому что это ваша жизнь. Потому что вы выбираете. Да? Вы выбираете. Вот. Отношения с этим человеком. По сути. И тут нужно исследовать, почему вы это делаете. Почему вы выбираете такой человек. Насколько вы сами, вот насколько вы сами вовлечены в этот процесс. Так. Дальше. Дело в том, что он там по себе очень разговорчивый и эмоционален. И опять же, он был таким изначально. Изначально. То есть вы, встречаясь с ним, знали, что он такой. Когда начинает говорить, я просто слово ставить не могу. Ну, это оральное поведение. Можете почитать, чтобы вас сейчас не утомлять. Можете почитать, что это значит просто для саморазвития. Последние полгода я очень устаю, работаю 50 часов в неделю, плюс учился и пишу диплом. Опять же, очень важно понять, насколько сознательно вы это все делаете. Важ ли это выбор, не ваш ли это выбор. Делайте вы это, не делайте вы это. Ну, сознательно, по доброй воле. После работы я прихожу уставшим и созваниваемся по вечерам. Опять же, у меня возникло ощущение, что это такая, типа, обязанность. То есть вот, у меня так в ощущении сложилось, что вы чувствуете себя обязанной созваниваться с ним по вечерам. То есть это как своего рода ритуал. То есть это потеряло свою какую-то искренность, потеряло свою какую-то, знаете, аутентичность, нарративность и так далее, и так далее. Но опять же, я могу ошибаться. Так, я хочу буквально спросить, как у него дела и пожелать доброй ночи. Ну, опять же, знаете, здесь вы в некоторой степени лукавите, потому что, на мой взгляд, ну, на мой взгляд, ожидать от человека, который болтает, да, много, ожидать от человека другого чего-то, мне кажется, мне кажется, это немножко не то, что соответствует реальности. И опять же, за тем, что вы ожидаете этого от него, стоят какие-то ваши желания и у вас в данном случае, они недостаточны ресурсов для того, чтобы обеспечить себе вот эту позицию, чтобы именно обеспечить ее. Я хочу так, он начинает рассказывать полностью его день, так, про друзей, куча психоанализма, ну, психоанализм он не может делать, а вот самоанализм, да, меня это, естественно, утомляет. Почему естественно, опять же, если вы знаете молодого человека и, как бы, ну, по идее, принимаете его таким, как он есть. Ну, вот, значит, когда я предлагаю пойти спать, завтра в 6 вставать, он обижается от этого 40 скандалов. Опять же, 40 участвуете вы, соответственно, нужно понять вашу ответственность за 40. Так же, хочет, чтобы я у него по выходным ночевала, ну, это нормально, это нормально, для меня выходные единицы, возможно, будет возможность нормально выспаться, вместе мы пока плохо спим, всю ночь можем ворочиться. Ну, вот почему плохо спить, это нужно тоже исследовать, именно с вашей стороны хотя бы. У нас маленький опыт совместных ночевок, поэтому пока не привыкли. Так, в этот раз он вообще мне устроил скандалы, кидал вещи, а из-за чего скандалы устроил? Я не знаю, что делать, что делать, чтобы что? На этих выходных сплошные скандалы и бессонные ночи. Опять же, в скандалах участвуете вы? Почитайте про психологическую игру скандалом. Хожу сейчас как зомби, все им объясняю, заустаю, так, он вроде бы понимает, успокаивается, потом опять вырывает, ну, потому что у него есть вещи, которые его беспокоят, его болтливость, это не на пустом месте, это не просто так, его болтливость – это оральное поведение. Скажите, пожалуйста, как это в этой ситуации лучше себя вести? Во-первых, вести себя, чтобы что? То есть, что вы хотите получить в итоге? Гармонизировать отношения – это одно раз, добраться в себе – это другое. Во-вторых, значит, не принимать наслышащих. То есть, поведение парня к вам вообще не относится категорически напрочь. Вот поведение мужчины к вам не относится совсем. Поэтому я думаю, что то, что вы принимаете на свой счет его поведение, это тоже говорит о каких-то ваших сложностях, внутренних конфликтах и, возможно, проблемах. И это тоже желательно более подробно рассмотреть. Знаете? Как рассмотреть и ваши чувства, как рассмотреть и вашу свободу поведения по отношению к нему, чтобы не было такого элемента ритуала, какой я почувствовал. Понимаете? Если вы не хотите ему звонить, ну просто напишите, напишите. Но вы именно звоните. Почему вы это делаете? Может быть, вы чувствуете долго ответственность. Может быть, вы чувствуете себя с ним не в том положении, не в той позиции, которую бы вы хотели. Понимаете? Как женщина видеть. То есть, это все опять же нужно корректировать и все это нужно отстаивать. Понимаете? Вот. А скандал, ну в данном случае, еще раз повторю, про оральное поведение, почитайте. В интернете, я думаю, вам будет понятно. На этом все. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.